Вот на таком ресурсе 19 января 2018 года Ирина Чайка, Вашингтон, США. Она рассказывает о Николае Цискоридзе, о том, как она просмотрела сериал «Телевизионный монолог в четырёх частях» о Николае Цискоридзе. Вот она говорит о том, что Николай Максимович Цискоридзе родился в Тбилиси в 1973 году. Он уже не танцует. Посмотрела, как у других балетных. Получилось, что Уланова перестала танцевать 51 год, Плесецкая в 52, Владимир Васильев в 48. Это только в Большом. А уж до других театров уверена, что Плесецкого и Васильев танцевали ещё долго. Цискоридзе ушёл из театра рано. Объяснение этому есть в последней серии, когда он говорит о фотографиях. Он любит смотреть на свои фотографии в балетных партиях. И действительно, на них он молод, необыкновенно красив и артистичен. Обаяние молодости уходит. Я физически очень изменился. Танцовщик, по его словам, поставил себе границу и хладнокровно подошёл к этой границе, протанцевав на сцене Большого театра ровно 21 год. Вот этот Цискоридзе в полёте. А внизу стоит кресло. Представляете, сколько высота над этим креслом. Большой театр из Сирии. В Сирию мы слышим, как Николай Цискоридзе признаётся ему в любви. Ничего круче этого театра для меня не было. Я лежал и смотрел на плафон. В этой любви есть что-то мистическое. В подростковом возрасте, приехав с мамой в Москву после Тбилисского балетного училища, он увидел театральную площадь и величественное здание с колоннами, над которыми возвышалась квадрига Аполлона, тогда ещё без фигового листа. В этом здании он признал свой дом. Большой, с его великолепным плафоном, люстрой, богатством и красотой оформления. Стал для мальчика источником эстетического наслаждения и радости. Хорошо понимаю, что когда в ходе недавнего длительного ремонта сусальное золото было заменено на пластмассу, дорогие материалы на эрзации. Николай против этого восстал. В фильме от этой печальной темы осталась только фраза «Я переживал, когда театр уничтожали». Не звучит в театре и тема кислотного дела, в котором по касательной фигурировал цискоридзе. Молодой танцовщик, солист Большого театра Павел Дмитриевиченко плеснул в лицо руководителю балетной труппы Филину чем-то нехорошим, что-то лишило того зрения и заставило долго лечиться в Германии. Павел не так давно вышел из тюрьмы по амнистии, отсидев три года половину срока. Он, по слухам, снова вернулся в Большой. О Николае цискоридзе Павел отзывается с восторгом. Учителя Удивительное дело, цискоридзе благодарно называет своим учителем Пестова. И знаете, за что он ему благодарен? За то, что тот его ругал, когда ученик привлекал на сцене внимание зрителей, воспитывал, доводя до слез перед каждым выступлением. Оказывается, такая закалка была очень нужна. Необходимо было перестать реагировать, чтобы потом твои коллеги не сбили тебя с дыхания как раз перед выходом на сцену. А еще были среди учителей великие Марина Семенова, Галина Уланова. Не очень уверена, что все солисты-мужчины Большого театра проходят через женский класс, через уроки гениальных женщин-балерин. Но цискоридзе танцовщик особый. Он не мог пропустить встречу с гением танца. Я понял одну вещь. Я хочу, как она. Это об Улановой. В какой-то из серии есть рассказ, как разбив на кадры бег Улановой, Джульетты с шалью, он понял, как сделать интересным бег своего персонажа, индийского воина. В другом месте артист рассказывает, как Уланова долго готовила с ним роль в Боядерке. Но потом сказала рано. И он послушно целый год ждал своего дебюта в этом спектакле. Кстати, касаясь роли Боядерки, артист рассказывает, как придумал сам себе наряд. И изучив древние индийские обряды, как использовал для рули эстетику индийского фильма. И тут нужно, наконец, сказать о Николае Цискоридзе танцовщике. Несколько раз в фильме звучит, что балет – это не прыгать, это искусство. Между тем прыжки у танцовщика с такими необыкновенно длинными ногами получались прекрасно. Вот на фотографии Галина Уланова и Николай Цискоридзе готовятся. Она занимается с ним, чтобы он подготовился к Боядерке. Но вместе с тем этот грузинский юноша принёс с собой в театр неординарные мозги, желание учиться мастерству, и не только танцевальному, но и актёрскому. И здесь помогали книги. Собственная любознательность. Танцуя Германа в пиковой даме, он в другое время, скрываясь за занавесом, в двух шагах от себя наблюдал, как в одноимённой опере поют старую графиню Архипова и Обрастова в очередь. И учился, учился играть, учился драматизму. На протяжении всех серий звучали рассказы Цискоридзе о Дягилеве, Вагановой, Петипа, об истории Большого театра в Москве и Гранд-опера в Париже. Артист явно бравирует эрудиции излишком знаний, которые большинством балетных воспринимаются как ненужные. Вот на репетиции с молодёжью он произносит французский термин и спрашивает, кто знает его значение? Никто не знает. Следует вздох. Учит молодого танцовщика прыжку. У того не получается. Опять вздох. Ну да, он Николай Цискоридзе умеет и знает неизмеримо больше этих юнцов. И вообще им так далеко до своего мэтра сцены в репетиционном зале, ещё один штрих в портрете артиста. Я ощущала, как учителю не нравится буквально всё в его учениках. Даже волосы не могут залачивать, покрывать лаком, чтобы во время прыжка не шебуршилось. Ему нужно это ощущение собственного превосходства. Слишком долго в театре его не замечали, не давали главных партий. Как я понимаю, первым его увидел Григорович. Григорович увидел то, что считалось недостатком его товарищем по цеху. Слишком высокий рост, слишком длинные ноги. А ещё есть у танцоров прекрасный музыкальный слух, помогающий танцевать в такт музыки. Думаю, вы наблюдали, как некоторые солисты балета движутся сами по себе, а музыка звучит сама по себе. Цискоридзе знает свои природные преимущества, унаследованные от мамы с папой. Мне отвалил Господь Бог пропорции. Субтитры создавал DimaTorzok